Заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана, мастер художественного слова Фаина Гравченко. Список ее успехов и достижений можно перечислять еще долго. Фаина Федоровна внесла весомый вклад в развитие творчества нашей республики. Все началось в далеком 1969 году, когда она с мужем, замечательным поэтом и переводчиком Станиславом Сущевским переехала в Дагестан. Здесь они около 30 лет дружили и работали совместно с великим поэтом Расулом Гамзатовым. Он всегда говорил, Фаина открывает нам наших поэтов, наш Дагестан. Вы знаете, Дагестан очень богат, в Дагестане очень любят поэзию. И это, конечно, соблазнило и прельстило. Фаина Федоровна на протяжении 54 лет пропагандирует дагестанскую поэзию по всей России. Она работала в филармонии, помогала артистам ставить номера, организовывала концерты, а также проводила мастер-классы. Кроме того, артистка вела свою деятельность от московского Росконцерта. Но, несмотря на столь грандиозный успех и востребованность, Фаина даже не задумывалась покидать республику. Вспомнила, что говорила по этому поводу Росу. Он очень боялся, что я уеду в Москву, потому что мы много с ним выступали в Москве. И всякий раз, когда вокруг были особенно поэты, и они говорят, как, зачем, надо ехать, здесь нужно, отсюда нужно. Фаина, вы даже не понимаете, как это здорово. Но вот как-то случилось, что я, знаете, я не могла себя оторвать. Мне люди нравятся. До такой степени вот именно люди заставили нас остаться в Дагестане. Любовь к Дагестану у артистки появилась еще до приезда в Южный регион. Станислав Сущевский познакомил ее с творчеством Расула Гамзатова через книгу «Мой Дагестан». Она была поражена красотой, описанной в произведении. Эта таинственность и загадочность страны гор привела их семью в Солнечную республику. По сей день это место является для Фаины домом. Никогда и нигде она не чувствовала себя столь комфортно. Однажды из-за некоторых проблем со здоровьем ей пришлось покинуть Дагестан на несколько лет. «Моя душа не могла успокоиться, пока не вернулась в свои родные края», отмечает мастерство Фаина Графченко. У меня наворачиваются слезы. И, наверное, от глубокой любви. Или от того, что... От скуки такой. Вот это вот расстояние скуки большое было. Я увидела девочек всех покрытых. И я подумала, господи, какие же вы умные. Как же вы правильно сделали, когда вокруг не просто катастрофа, когда идет полное разложение общества. На сегодняшний день Фаина Графченко намерена вернуться к преподавательской деятельности, как и в былые времена. Она вспоминает, как трепетно к ней относились ученики, уважали и ценили труд артистки. По словам педагога, поэзия является фундаментом любого образования, ведь она раскрывает творческие способности человека. Это видение, это расширяет мир вокруг тебя. И потом это так завлекает, что ты начинаешь, понимаете, подгребать не только... Здесь и история проходит. Потому что стихотворение, прежде чем читать, нужно обязательно познакомиться с ним. Значит, обязательно расшифровать то, что ты не знаешь. По словам Фаины Федоровны, в особенности для дагестанцев важно знать биографию поэтов республики, которые внесли весомый вклад в творческое развитие не только Дагестана, но и всей России. Какие поэты у Даргинцев, какой поэт прекрасный, классик. Батырай, посмотрите, у Аварцев Махмуд, у Кумыков Ирчиказак. Ну, надо всех знать. У Лизгин и Тимимин, и Тимимин, Сулейман Стальский, а там Гамзат Цадасат. Да вы почитаете их стихи. И вы скажете, а чем они хуже, эти стихи? Поэтов прославленных, российских. Поэтому я этим занималась 54 года. Стоит подчеркнуть, что Фаина Графченко на данный момент намерена реализовать свои основные цели. Это стать художественным руководителем театра поэзии, обучить дикторов, журналистов и политиков художественному слову и диафрагмальному дыханию, заниматься с детьми актерским мастерством и многое другое. Продолжение следует...